В Рио губернатора продолжает кадровые перестановки в Верхах. Его стараниями общественный экспертный совет по вопросам экологии не только расширил состав, но и получил новые полномочия. Теперь обновленный экосовет будет следить за достоверностью информации об экологической обстановке. А МИЧУ уже назвали новую инициативу борьбой с экологическими фейками и предполагают, что это очередная карательная мера. В Омских соцсетях каждое утро появляются жалобы на отвратительные запахи по ночам. Люди винят в этом промышленные предприятия и требуют обновить очистные сооружения. Но на вопрос о том, когда прекратятся ночные выбросы, в Рио губернатор отвечать не спешит. Вместо этого он обвиняет в постоянной воне печи в частных домах и старые автобусы. На портале Омск.Информ о МИЧУ приняли новую инициативу без восторга. Летом печки не топят, ночью автобусы не ездят. Откуда же тогда черное небо и такая вонь в городе? Ну очень интересно. А с фейками надо бороться. Надо людям объяснять, что дышат они чистейшим воздухом. А про выбросы – это все их выдумки. Воняет? Нельзя открыть форточку. А если скажешь об этом, то это фейк? Пять лет лагерей? Бездельники. Вместо того, чтобы с выбросами бороться, с информацией сражаются. Я вот вышел вчера во двор и сразу получил от своего носа всю информацию. Травят ясным днём и не краснеют. Вы бы лучше с вонью по ночам боролись, а не с фейками. Проблема выбросов очевидна для Омичей. Но чиновники призывают людей не верить собственным носам. Наши органы обоняния – это самый лучший индикатор чувствительности загрязнённости Омской области. И действительно, это очень похоже на борьбу с ветряными мельницами и на борьбу со средствами массовой информации. Когда люди говорят одно, власть слышит совершенно другое. Люди говорят, что дышать невозможно. Выбросы каждый день, особенно в нефтяниках, власть при этом на всё закрывает глаза и говорит, что всё нормально. К сожалению, все последние годы экологическая проблема – это самая серьёзная проблема в нашем регионе. И власть беспомощна, потому что ничего конструктивного, ничего серьёзного и ничего решающего предпринять она не может. Продолжение следует...